Позже, с нетерпением, весь город ждёт гастроли, практически дождались мы уже сутки и пару часов отделяют нас от спектакля Евгения Онегин, который произойдёт, случится, состоится на сцене Адмиралс Паласта, прекрасная площадка в Берлине, и тоже с нетерпением ждали мы появления Ирины Петровны Купченко в нашей студии. Это замечательно, что это произошло. Ирина Петровна, здравствуйте. Сама задыхаюсь. Здравствуйте. Добрый день. Очень интересно, конечно же, мы хотим поговорить в первую очередь о спектакле, и вот мне кажется, очень интересно ваше мнение о нём послушать, поскольку вы можете нам рассказать о нём и как зритель, и как участник, поскольку ведь когда спектакль появился, и когда он вышел на сцену, это был день рождения Евгения Вахтангова, в честь которого назван ваш театр, вы были зрителем, да? Юлия Борисова играла ту интересную роль. Не отбирайте мой ответ, я сама расскажу. Молчу. Мне сегодня хороший анекдот, кстати, рассказали. Больная врачу говорит, доктор, почему вы мне сказали высунуть язык, совершенно на него не посмотрели. Доктор говорит, просто я хотел спокойно выписать рецепт, так что я уступаю вам микрофон, я вам пока водички налью. Да, эту роль играла Юлия Константина, она выпускала этот спектакль, а я сидела в зале абсолютно как зритель, не предполагая, что я буду играть. Вообще даже намёков не было на это? Намёков нет, не было намёков. И я должна сказать, что вот я в конце плакала. На меня он такое впечатление произвёл, вот он был соткан из воздуха. Вы знаете, он немножко изменился сейчас, то есть все стали играть как бы лучше, но вот эта вот зыбкость, вот это какая-то такая неопределённость, какой-то вот такой художественный туман, который был в первых спектаклях. Вот эта робость, эта тонкость, это изящество, и вот этот пушкинский, как бы вот этот дух, он прямо витал. Ведь не зря Римас Владимирович Туминс, он когда готовился к спектаклю, он же ездил в Михайловское, и он там ходил, гулял, заходил в дом, в музей. Вдохновлялся. Да, он вдохновлялся, то есть понимаете, до какой степени он серьёзно отнёсся вот к этой работе, за что вот я его бесконечно уважаю, например, за что поехать, специально ходить. Ну, обычные режиссёры этого не делают, понимаете, но они могут литературу почитать, да, этого как бы достаточно. Нет, но есть авторы, на родину которых просто очень сложно поехать из-за расстояния, из-за, может быть, там, других стран совершенно, да? Ну, знаете, поехать туда, в Михайловское тоже так же сложно, как и в Берлин, потому что расстояние, по-моему, одинаковое. Это же очень далеко, Россия-то большая. И он там несколько раз ездил? Я не знаю, несколько или нет, или он там жил какое-то длинное время, но во всяком случае, и он этот дух уловил. Трудно сказать, в чём это, нужно посмотреть спектакль, но вот пушкинский дух в нём есть, безусловно. А вот вы говорите так, пушкинский дух, как будто это какой-то осязаемый предмет. Что для вас пушкинский дух, в чём он выражается? И почему его стало меньше? Вдруг он испарился, он улетучился, приигрались? Начнём с того, что дух – это вообще нематериальная вещь. Да-да, ну просто вы о нём так говорите, как будто это что-то материальное, осязаемое. Я говорю как о духовном, я совершенно не имею в виду ничего материального. Потому что материальное может всё быть, а духовного не быть, понимаете? Вот если есть душа в произведении, ну можно назвать духом, можно назвать душой, можно назвать ещё как-то. Но это совсем нематериальная вещь. И материально может всё быть, всё сыграно правильно, по мысли, по содержанию, по форме, по всему. А вот души нет. Бывает же такое. Бывает даже в человеке души нет. А уж тем более в произведении, которое сделано человеком. А вот в этом спектакле это было, ну как, это была лёгкость Пушкинская, его изящество, я имею в виду сейчас, я говорю о форме. Был смысл, был идеал женский. Ведь Татьяна – это мужской идеал, понимаете? То есть это женщина, но это мужской идеал. В неё были влюблены все великие люди. И Достоевский, Толстой – это было идеалом многих великих мужчин, скажем так. И не в первую очередь Пушкина, конечно же. Вот в этом спектакле всё, как это сложилось, и лёгкость, и изящество, и смыслы глубокие, и любовь, и такой творческий восторг, импровизация вот эта художественная. Ну вот всё-всё-всё. В моём представлении, конечно, но думаю, что и в представлении зрителей тоже. А эта импровизация осталась? Вот дух немного, вы сказали, ушёл, да? Я не сказала, что ушёл дух, я не сказала, что он ушёл, я сказала, что он был тогда. А сейчас? И от того, что было больше волнения, то это было больше, ну как сказать, ну это, наверное, всегда в премьеры они более волнующие. Я не сказала, что ушёл. Нет, конечно, он остался. Вот завтра будет дух. А как же? Вот это очень послезавтра. Обязательно, обязательно, вы знаете. То есть дух Пушкина завтра будет витать на Данмирал с Паластом. Да, да, да. Если вот нет души в том, что делаешь на сцене или на экране, то, собственно, и зритель-то не воспринимает это. Поэтому, если есть любовь, она переходит к зрителю и вызывает у зрителя ответные чувства. То есть всё, только чувство может вызвать ответные чувства. Поэтому, если нет самого главного души, то, ну, собственно говоря, зачем тогда вообще выходить на сцену? Вот интересно, вы сказали, что Тумино съездил в Михайловской и пытался вот этот дух действительно впитать, перенести на сцену. Но я читала, что на этом не закончилось его желание создать вот соответствующую атмосферу. Я читала, например, что в репетиционном зале он пытался создать обстановку того времени. Портреты Пушкина висели и его современников. Даже где-то я читала, что женщины на репетиции должны были приходить исключительно в длинных юбках, а мужчины в пиджаках. Это так или это уже легенды, которые вырастают вокруг спектакля? Я не могу сказать, потому что я же в репетициях не принимала участие, поэтому не знаю. Но то, что в юбках они всегда приходят на репетицию, если исторический спектакль, то, конечно, они должны как бы в длинной юбке быть, безусловно. Но думаю, что да, может быть, оставался. Это похоже на правду. Можно спросить кого-то из актёров, кто репетировал. А Римас приехал с вами на кастроли? Не знаю, думаю, что да. Не знаю. Вы первая ласточка, я так понимаю. Мы первые, мы просто разными рейсами, разными самолётами прилетаем. Огромная труппа у вас, да? Сколько человек задействовано в этом спектакле? Кто-то сегодня рано утром приехал. Мы сейчас приехали с Серёжей Маковецким и Алексеем Кузнецовым. Потом ещё кто-то в три часа прилетит. Просто разные рейсы. Вас распределили. Понятно, чтобы наш город потихоньку и потихоньку, так чтобы не сразу прям... Просто самолётов не хватило. Прямо всех вахтанговцев высадили как полк в наш город. Но это, безусловно, Лена Петровна, это действительно огромное событие. Всё-таки мы хоть и столица, и, безусловно, культурная столица, но не избалованы вот такими спектаклями и таких театров. Поэтому это, конечно, замечательно. Кстати, о театре. Я узнала, я, конечно, знала, что вы актриса, ведущая актриса театра вахтангов, но, тем не менее, знала, что вы всю жизнь работаете в этом театре. А у нас все всю жизнь работают. Это удивительный какой-то театр. Люди приходят туда и уже остаются на всю жизнь. Особенность нашего театра была то, что, во-первых, в него брали в труппу только выпускников Щукинского училища. Никаких других выпускников, других вузов, МХАТа, Малого в театр не брали. Ну и правильно, если не выгоняли, то, собственно, все и работали всю жизнь. И работает всю жизнь. У нас только если выгонят. А практически у нас актеры сами не уходят. Например, Юлия Борисова, да, которая была вашей предшественницей в роли в спектакле Евгения Онегин, которая уже больше 90 лет? Да, 91. Она еще выходит на сцену, играет? Ну как же, играет. 91 год. И она всю жизнь, больше 60 лет, провела на сцене театра вахтангов. Да, ну только почему? У нас Галина Львовна Коновалова была 97 лет, еще бегала по сцене. То есть у вас прекрасная перспектива. Да, вы знаете, вот я так смотрю и думаю, боже, какое счастье. У меня же еще все впереди. Это прекрасно. Вообще вот эта фраза была бы замечательным, заключительным тактом нашей беседы. Но, по счастью, у нас все-таки есть еще с вами время. Поговорим вот, давайте просто про Пушкина, да. Туминус, мне кажется, известен тем, что он любит ставить классику, ставит ее хорошо, ставит ее давно. Но и вот такой, мне кажется, ну не только мне, естественно, необычный поворот Евгения Онегина, потому что Онегина мы привыкли слушать в качестве оперы. Мы привыкли, конечно же, видеть балеты разнообразные Евгения Онегина. Но поставить драматический спектакль на основе произведения в стихах, еще при этом ничего не переделав, как любят сейчас делать современные режиссеры, не выкинув оттуда чего-то, не вставив свое, все-таки действительно ориентируясь на оригинальный текст Пушкина, которому без малого 200 лет. Это огромная редкость. Я даже не знаю, есть ли еще на российской сцене спектакль драматический Евгений Онегин. Я не знаю, по-моему, нет. Фильм был. Этого трудно. Ну, я знаю, несколько раз режиссеры в кино пытались поставить, но как-то дальше задумки и желание не шло, потому что это действительно очень сложно воплотить. Там же нет диалогов. Там стихи, вот как бы разговор идет. Ну, короче, это вот воплотить в такой истории жизненной невозможно. Я думаю, что Римас на это отважился только потому, что он обладает этим даром, в театральной форме, пластически, художественно, образно выразить содержание. То есть ему диалог, может быть, даже и не нужен часто. Ведь он же поставил, например, маскарад великолепно, да, Лермонтова. Тоже казалось бы, хотя там пьеса. Там проще было бы. Но он умеет. Вот зрители, когда увидят этот спектакль, они поймут, что можно даже без перевода его смотреть. Тому, кто не знает русского языка. Что все понятно. Абсолютно все понятно. Самые тонкие нюансы человеческих отношений. Татьяна и Онегина. Там два Онегина. Старый и молодой. Татьяна одна. Ленских, мне кажется, тоже два. Ленских два тоже. Старый и молодой. Каким бы он был бы, если бы. Да, если бы не погиб. Не погиб. Он владеет вот этой формой, вот этим театральным языком, причем очень ярким и очень правдивым, который смог выразить всю как бы разнообразие смыслов этого романа. Там же много историй, линии, там лирика есть, там есть драма. Там еще много юмора. Про описание, все вот эту поэзию, язык театральный, но он остался все равно поэтическим, понимаете. Вот это не каждый режиссер этим владеет. Поэтому не каждый режиссер может это и воплотить, и взяться за это просто бояться. То есть зритель услышит всего Пушкина, весь полностью роман Евгения Онегина. Ну как, не весь, конечно, положенный на картинке. Конечно, это нереально, но это все стихи Пушкина. В картинках. Да, в карт... Ну, давай так, причем в очень красивых. Я так понимаю, что художник, который ставил этот спектакль... Там монологи, там все монологи произносятся. Это пьеса, это разговоры. Ну, просто они как бы скомбинированы немножко по-другому. Но нет, зритель увидит, то есть это полноценный Евгений Онегин. Это все-таки Пушкин. Это не по мотивам, это нет. Это Евгений Онегин и Пушкин. И очень красивая картинка. Мы видели вот... Очень, очень. Так, сейчас принято говорить, трейлер этого спектакля. Художник, да, очень красивый. Художник, он много работает, да, с этим художником. Он всегда работает. Трудно произносимая фамилия, я сейчас ее не вспомню. Литовский художник тоже. Да, да, они всегда вместе с Ирином Владимировичем работают. И очень красивая картинка. Да. Много людей на сцене, красивая. Это то, что наш зритель очень любит, потому что, если кто-то к нам приезжает, как правило, там три приза, как принято говорить, стул, кактус и торшер, да, и два актера. Поэтому, если нам вдруг говорят, приезжает весь театр. Весь театр, да, очень много народу играет. И приезжают невероятные декорации, да, в этом спектакле. То есть мы идем в настоящий театр. Смотреть настоящего Пушкина и слушать. Кстати, я уверена, что большинство зрителей, я думаю, что многие зрители вам, наверное, часто в этом признавались. Последний раз Евгения Онегина, наверное, читали в школе еще. То есть это будет, наверное, взрослая уже в таком сознательном возрасте встреча с Пушкиным. Прекрасными стихами. Да, которого заставляли нас когда-то читать в школе. А вы помните Онегина своего из детства? Я помню Онегина, потому что я помню, что Евгений и Онегин хотели ставить два режиссера. И я должна была играть Татьяну в одном, в первом фильме. Мне потом его втором предложили. Но так и не осуществилось. Вот не осуществилось. Причем я спрашивала потом их. Говорю, почему не осуществилось? Я говорю, не знаю как. Вот не знаю. Понимаете, вот задумка, хочется, а как? Вот в результате не решились. А то минусы захотелось, и он сделал. И очень много оригинальных решений. Вы уже сказали про двух Онегинах, двух Ленских. Образов очень много. Вот он умеет создать именно образ. Вот образ, он может заменить все. И диалог, и историю, все. Вот театральный образ. Очень точный. И пушкинский. Вы с ним с удовольствием работаете? Десять лет он уже, да? Худрук в театре. Да, у нас в театре его очень любят. И благодарны ему, и ценят очень. Елена Петровна, мы на маленькую музыкальную паузу прервемся, поскольку мы все-таки радио музыкальное. Как бы не хотелось нам продолжать нашу беседу. Буквально на две с половиной минутки уйдем на музыкальную композицию, я думаю, что и вам, может быть, будет приятно ее услышать, поскольку, конечно, всегда хочется, чтобы тематическая музыка какая-то звучала или к теме нашего разговора, или к самому гостю как-то было это привязано. Вот такая вот музычка. Я думаю, что вы ее узнаете, конечно, сейчас. Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в двадцатом столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Ты вспомни меня, оглянись, позови. Тропинка все выше кружила над бездой. Ты помнишь ли то поцелуй поднебесной? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом ставим для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, И встретимся мы в переулке Гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, В твоем покоенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему видим, Пока еще слышим, пока еще видим, Пока еще дышим. И я заклинаю тебя Свои свидания, Назначь мне свидание, Назначь мне свидание. Назначь мне свидание, Хотя бы на мгновенье, На площади людной, Под гуре осенней. Мне трудно дышать, Я молю о спасенье, Хотя бы в последний мой смертный час, Назначь мне свидание, Назначь мне свидание у синих глаз. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, Пока еще слышим, Пока еще видим, Пока еще дышим. Популярный сервис на Авиару ДЕ Заказ авиабилетов по телефону 263-933-263 263-933-263 Вы не знаете, Что делать со старой квартирой? А в это время сотни семей Ищут именно такую. Вам нужна работа? А в это время сотни компаний Ищут именно такого работника? Вам не с кем перекинуться словом. А в это время сотни людей ищут Именно такого, как вы, собеседника. Вы хотите дать объявление в Русский Берлин? Да-да, мы ждем именно вас. Сотни успешных контактов Еженедельно на страницах частных объявлений В газете Русский Берлин. Размещение в разделах. Предлагаю. Есть работа. Сдам. Продам. По телефону 26-39-33-34. Еженедельник Русский Берлин. Наши люди знают, чего хотят. ГОСТЬ НА РАДИО РУССКИЙ БЕРЛИН Ирина Купченко, друзья, в гостях сегодня у нас. Завтра и послезавтра можно будет увидеть ее на сцене Берлинского Адмиралс-Паласт. Как она сама считает, маленькой, но, как нам кажется, очень важной и значимой роли и для спектакля, и, собственно, для произведения Пушкина в целом. Ирина Петровна, можно ли открыть небольшую завесу тайны и все-таки сказать, что же это за роль? Наверное, все-таки не Татьяна. Хотя выглядите вы прекрасно, и вполне, мне кажется, могли бы и Татьяну сыграть. Роль называется «Сон Татьяны». Так и называется роль. И действительно, на самом деле, «Сон» в романе, он такой сложный, какой-то запутанный, фантастический, такой вычурный даже по форме, и такой скучноватый. Ну, когда я читала, я всегда его как пробегала, у меня он интереса никогда не вызывал совершенно. Вот в романе не вызывал ни малейшего интереса. Когда я читала просто как читатель, даже не думая о том, что я буду играть. И когда я посмотрела спектакль, ну, «Сон», да, как бы прочитала, там даже в Клиниле немного вставляется голос Матуновского, как он читал этот «Сон» вдруг. И тоже думаю, ну, да, «Сон» может быть, читать, можно не прочитать, собственно говоря, как бы надобности в нем не видела. Но когда я увидела финал, я поняла, для чего нужен был этот «Сон». Но мне как-то не очень хочется предвосхищать и рассказывать. Давайте не будем. Мы все карты не должны открывать. Да, когда в финале, вот когда я заплакала, я поняла, что вот этот «Сон» про «Медведя», он был нужен, его просто нужно было озвучить, его нужно было рассказать. И поэтому это выделено, вынесено в отдельную роль? Да, это как... Нет, но это не вынесено в роль, просто выходит человек и читает «Сон». То есть нужно было его озвучить. Ну, можно было, наверное, его... Обратить внимание зрителя на него особенно. Обратить внимание на содержание этого сна. Можно было, конечно, и голос дать, но это как-то всегда в театре не очень смотрится, не очень слушается, поэтому выходит актриса, читает. И вот в финале ты понимаешь, зачем нужно было об этом сказать. Мне кажется, это очень хорошо, что мы сейчас это озвучили и сказали об этом, потому что наверняка наши радиослушатели, которые завтра превратятся в зрителей, они запомнят это и будут знать, на что нужно обратить особое внимание. Ну и платочки, наверное, прихватит, раз вы сказали, что... Я думаю, что вы же не одна, наверное, такая... Да, у кого слезки на колесках. Я думаю, еще есть люди, которые проникнутся, наверное, и Пушкиным, и спектаклям, и всем тем, что происходит на сцене. Можно ли вот спустя такое количество лет все равно согласиться с Белинским и сказать, что Евгений Онегин по-прежнему это энциклопедия русской жизни? Да. От того, что там еще могли где-то возникнуть другие энциклопедии русской жизни, у других гениальных писателей, это же не отменяет то, что у Пушкина действительно энциклопедия жизни. То есть это по-прежнему нечто хрестоматийное, это такой канон, да, некоторые? Нет, ну, хрестоматийно это мы придумываем эти слова, понимаете, это же... Ну, энциклопедия тоже слово достаточно такое. Ну, энциклопедия мы тоже придумываем, мы все это придумываем. Но когда прочитаешь этот роман, ты видишь картину этой жизни, этой осени, этой любви, этих социальных отношений. Ты видишь вот, ты видишь, это жизнь, это какой-то мир. Понимаешь, это и твой мир, и мир твоих предков. Ну, можно энциклопедии, можно как хрестоматии, классики. Это все слова, как зеркало. Ну, как угодно можно назвать, но это наш мир. Это замечательно. Я думаю, что прикоснуться к этому миру и посмотреть на него можно будет завтра. Друзья, не забывайте, спектакль Евгения Онегина, театра Вахтангова, Московского театра Вахтангова. Завтра и в воскресенье на сцене Адмиралов Паласа. Чуть позже еще расскажу вам, во сколько точно, и как приобрести, где еще можно последние заветные билеты. А мне вот что хочется вас спросить, Елена Петровна. Вот вы сейчас упомянули имя Смоктуновского. Я думаю, вас не раз спрашивали об этом, но тем не менее вам, за вашу карьеру, которая, как мы знаем, еще минимум лет 30 у вас впереди, и еще будет много, наверное, интересно. У вас наследственность театральная прекрасная просто. Смоктуновский, Ульянов, Янковский, сейчас Маковецкий, безусловно, тоже гениальный совершенно актер. Вам невероятно ведь повезло, да, с партнерами? Сергей Бондарчук, да, вот сейчас, если я перематываю пленку та же кинофильмов, в которых вы снимались, вот буквально пару слов мне расскажите про ваших партнеров, это всегда очень интересно. Я уже даже про Василия Семеновича Лохова сейчас молчу, хотя вы с ним всего в одном фильме ведь снялись, да? В одном. Да, только в одном. Про все рассказать? Ну, если учитывать, что жизнь — это кино, то у вас тогда с ним такой многолетний сериал жизненный. Про всех, конечно, не надо. У меня же очень много. Конечно, не про всех. С Кешей Смоктуновским я снималась в нескольких картинах и везде «Принятного счастья». Мы с ним были партнерами в «Дяди Ване». В «Дяди Ване» мы были партнерами. Там он молодой красавец. Там Зельдин, кстати же, еще был. Да, и Зельдин еще молодой, кстати, да. Да, и с Кешей мы жили в одном доме. И я никогда не забуду, я выхожу однажды зимой, он убирает снег во дворе. Я говорю, Кеш, ты чего делаешь? Вместо дворника? Он говорит, я снег убираю. Я говорю, а почему? Где дворник? Мне врачи сказали, что нужно делать физкультуру. Мне скучно делать физкультуру. Я решил так, я хоть что-то полезное сделаю. И он как дворник каждое утро выходил и разгребал весь снег перед домом. Красота. Ульянов, Янковский. Так многих уже нет, к сожалению, но мне кажется, они настолько... Альбриоша Миронов. Да, вы же человек... Олег Даль. Боже мой сколько. Вы актер, и человек настолько творческий. Мне кажется, они у вас должны как живые все время перед глазами стоять. Они у меня есть живые. А я думаю, что они не только у меня живые, они у миллионов живые. Благодаря, конечно же, и фильмам не в последнюю очередь. Александр Гаврилович Абдулов, кстати, тоже. Я хочу вам сделать небольшой подарок, Ирина Петровна. Я хочу это сделать прямо сейчас в прямом эфире для, как принято говорить, усиления эффекта. Спасибо. У меня есть для вас вот такая вещь. Посмотрите, я расскажу нашим радиослушателям. 2001 год. Кинофестиваль «Ника», который на выезде, что называется, происходил здесь у нас в Берлине. И вот как раз Александр Абдулов и наш сегодняшний гость Ирина Купченко принимали в этом учебе. Смирнов там и Гусман на этой фотографии. И в центре всего этого праздненства стоит наш медведь, русский Берлин. То есть вот прикоснулись мы к вам, а вы к нам 15 лет назад. Вы, правда, я знаю, что это такой дешевый комплимент, чтобы действительно совсем не изменились, Ирина Петровна. Это очень приятно. У нас очень много в редакции ребят работает, которые говорят, «Ой, так интересно, мы же ее помним 15 лет назад, как она была здесь». Там очередь уже стоит. По принципу «Приходи на меня посмотреть». Это вам фотография. Спасибо. И вот это была «Ника». Это было 15 лет назад. А в этом году «Ника» снова для вас тема актуальна, поскольку вы получили «Нику» за лучшую женскую роль в фильме «Училка». Это совсем последняя свежая ваша премия. Можно буквально... Вот вы нам расскажете. Фильм, я думаю, многие смотрели. Кто не смотрел, посмотрите. Про фильм мы, естественно, про сам говорить не будем. Интересно, про вашу киножизнь сейчас. Что сейчас у вас происходит? Продолжение вроде бы снимается. Какая киножизнь? Вы знаете, у нас же вот в России очень мало фильмов про то, что как бы очень популярно, кстати, на Западе и везде, и в Америке. Про героиню такого возраста старшего, скажем так, да? Да, на Западе действительно много. Да, их много, потому что они знают, что и таких женщин много, и проблематика существует, естественно. Проблематика существует, поэтому пишут сценарии и выпускают картины. У нас мало, поэтому, собственно, с возрастом определено начинаешь играть мам, бабушек и так далее. Собственно, только такие роли. Вот самостоятельный какой-то характер, какой-то интересный история, судьба. Этих картин очень мало. На самом деле очень мало. И это нужно быть либо очень яркой, характерной, комедийной актрисой, чтобы много-много играть. Коей вы не являетесь. Коей я не являюсь. Характерным, комедийным актрисом у них всегда есть роли. А так вот лирическое, драматическое, это уже все становится проблемой определенной. В театре в меньшей степени. В театре, потому что там возраст, он размыт, понимаете? Эти можно и много старше, и много младше. У меня проблем не было перехода в возраст, потому что я уже бабушек лет 20 играю, наверное. Потому что я очень рано начала играть женщин старше себя намного. Вот даже в «Странной женщине» ей уже героиня было лет на 15 больше, чем мне. Ну, во всех картинах я уже играла, я переходила этот возраст, поэтому у меня этой проблемы не было. Но сейчас я снимаюсь, я много снимаюсь, я снимаюсь и фильмы. Много предлагают, да, сценарий? Много предлагают? Я не скажу, что значит много, я не знаю, что такое много. Много – это когда в ящик не помещается. Нет, помещается. В электронный, наверное. Помещается, предлагают, ну, я что-то сразу отбрасываю, конечно, даже читаю первые три страницы и тоже отбрасываю. Что-то соглашаюсь. Ну, я люблю внятные человеческие истории, понимаете? Ну, училка – это внятная человеческая история? Да, это внятная, там она и проблема. Это социальная драма, в которую, кстати, я никогда в жизни не играла, и характер, в которой я никогда не играла. А это мы согласились, наверное. Мне было интересно, и там есть история, там есть такой очень острый сюжет, и поэтому я согласилась, мне было интересно. А так, нет, работы есть. Сказать, что очень много, что очень интересные, много предложений, этого нет. Но их нет просто по определению. А как насчет сериалов? Как вы относитесь к сериалам? Да, я сыграла в паре сериалов. Несколько сериалов у меня есть, но они такие пристойные. Как многосерийные фильмы, скажем, да? Ну, это сериалы, да. Не рабыни Эзаура. Не бесконечное что-то такое. А нет, ну, бесконечное я не играла, нет. Ну, там типа 12 серий, вот так, там, 14 серий. Есть какие-то форматы определенные. Тоже с удовольствием играла, потому что тоже были такие хорошие человеческие картины. Значит, у вас нет такого, как у многих артистов? Я в сериалах не снимаюсь. Это что-то низкопробное, это не имеет ничего общего с настоящим искусством. Ну, нет, я не играла в низкопробных сериалах. То есть все-таки существуют качественные сериалы? Это я хотела услышать. Ну, они такие более-менее приличные, конечно. Есть, конечно, очень хорошие сериалы, но это им очень мало. А нет, ну, это, конечно, прилично. Конечно, качество меня интересует и режиссер, и партнер. А у вас есть время смотреть сериалы, в которых вы не снимались? Чужие фильмы, спектакли. Вы ходите в театр, в другие театры, кроме своего. Ну, что касается сериала, время есть, желание нет. Что касается театров, да, конечно, я хожу, хожу. Ну, сейчас как-то в последнее время меньше было занято. А, конечно, хожу. А вы можете кого-то отметить? Потому что мы следим, все-таки у нас здесь есть и журнал «7 плюс 7 я», в котором мы часто читаем про современных, молодых, как принято говорить, подающих большие надежды артистов. И вам тоже будет это интересно узнать. Уже больше года существует наш проект «Кино.ру». Мы показываем российские премьеры в немецких кинотеатрах. Очень успешный проект. Больше 90 кинотеатров уже у нас. Такой вот синематический флешмоб, мы называем. А, кстати, она была с учетом и приехать, по-моему, в начале декабря. По-моему. Я не смогла почему-то, не помню, что там было. Очень может быть. Очень может быть. А то бы мы еще раз подписали одного медведя. И мы показываем, то есть мы вот тоже несем культуру кино в массы и показываем российские премьеры буквально с двух-трехдневным опозданием в России выходит фильм. И мы показываем его тоже нашему зрителю на русском языке. Да, оно русскоговорящее. Да, очень много, очень много. И поэтому кино очень большую роль здесь играет. И поэтому, собственно, мы, что называется, up-to-date. То есть мы прекрасно знаем. Так вы знаете больше меня или больше, чем я наверняка. Что вам рассказать? Да, вот это вот у вас спросить надо. Что вы хотите знать? Нет, хотела вам рассказать про кино. Ну и заодно нашим слушателям напомнить, конечно, что в это воскресенье фильм «Чистое искусство» в кинотеатрах Германии. Не забудьте зайти на сайт Кино.ру. Это так в качестве... А, так вы прямо у нас премьера вчера было, по-моему. Вот, «Чистое искусство», а у нас «Воскресенье». А у вас «Воскресенье». Представляете? Берлин – столица. Я же вам не зря сказала. Москва и Берлин – две главных культурных столицы мира на сегодняшний день. Вы сказали, что вы рано начали играть возрастных персонажей. Но вы же ведь играли или играете еще... Роксана, еще актуальная роль? Нет, я не играю, ну что вы. Но, тем не менее, вы играли Роксану. Я играла, я уже играла. Будучи старше. Роксана – юная девушка. Да, ну потому что меня обманул режиссер. Бывает такое. Я видела его спектакль «Женитьба», в котором играла Никищихина, и который было лет 65, по-моему, когда она играла. Она играла невесту. Но там было придумано так здорово, что была старая, молодая. Это было так смешно, это было так увлекательно. Я думала, что этот спектакль будет такой же. Понимаете, что вот будет Роксана, то есть там не будет... Мне не нужно будет играть молодую девушку, а что-то будет придумано. Вот как Маковецкий играет Онегина в возрасте, например. Я думала, что будет что-то в этом роде. Ничего он мне этого не сделал, и мне пришлось просто играть Роксану, то есть, ну, в чистом виде. Это молодая женщина, девушка. Ну, у вас это неплохо получилось, насколько я знаю. Ну, да, я играла, 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 поиграла, но потом заменили уже на молоденькую девушку. Ирина Петровна, ну, прекрасно просто, так здорово с вами общаться. Вот если уж говорить о юных годах, и о ваших персонажах, которых вы подарили нам на экране, безусловно, наверняка, рано или поздно в разговорах с вами, конечно же, речь заходит о фильмах знаковых для зрителей, для тех, кто вот, как говорят, я не люблю эту ужасную фразу, но это так, да, вот, как говорят, мы выросли. Абдулов, кстати, очень не любил это, мы выросли на ваших фильмах. Но, например, фильм «Обыкновенное чудо». Это, вам не нравится слово «хрестоматийный», но, тем не менее, это фильм, который, вот если есть список книг, обязательных к прочтению, есть список фильмов, конечно, обязательных к просмотру. Я, например, своему сыну, который родился в Берлине, и там дважды был всего в России, когда пришло время, я ему, конечно, показала фильм «Обыкновенное чудо». То есть есть фильмы, конечно, которые формируют нас, и которые, ты понимаешь, что если человек не смотрел фильм «Обыкновенное чудо», с ним, может быть, и не о чем разговаривать, и он не из своего куста, и у вас, как сейчас принято говорить, может быть, разный бэкграунд, база, и все-таки приятно, когда вы выросли на одном и том же. Ну вот мы выросли, мое поколение немножко чуть позже, чуть раньше выросли вот на этих фильмах. А есть у вас какие-то знаковые фильмы? Вот вы не могли же все-таки вырасти на фильме «Обыкновенное чудо», к сожалению? Есть какие-то фильмы, которые вот вы можете мне сказать, ну это, конечно, вот там цитаты, да, мы же тоже цитируем тоже «Обыкновенное чудо», например. Но дело в том, что когда я пришла в тот возраст, в котором то, что называется, вырастают, когда уже сознательно смотрят картины, потому что в детстве я, ну что, я не смотрела. Ну в кино редко, я даже не помню, что я видела. А когда я начала уже их смотреть, лет там 17-18, то я уже начала в них сниматься. Поэтому тут сложно сказать, понимаете? Это, кстати, очень удобно, удобный формат. Сам снялся, сам посмотрел, понравилось. Поэтому тут немножко я уже не просто зритель, который вот на этом вырос, но у меня есть картины, вот, например, «Берегись автомобиль», то есть которые как формировали, понимаете, человечески, конечно, формировали, и формировали художественно, и вот это создавали в какой-то мир, в котором ты продолжал жить, и по законам которого ты продолжал жить, понимаете? Это были фильмы, вот я всегда у Рязанова считаю, что это гениальный фильм, «Берегись автомобиль», и то, как актеры там играли. И такие фильмы есть. Это потом Тарковский стал, это Андрей Рублев, потом Кончаловский, «Асина счастье», вот какие-то эти все картины, которые, конечно же, конечно, меня и как актрису, но сейчас не об актрисе речь, а о человеке, да? Конечно. Которые, конечно, создают свой мир, и вот ты спрашиваешь, а тебе нравится? Раз тебе не нравится этот фильм, значит, ты не мой человек, ведь, да, вы это сами на себе поняли, Да, да, я про это вот сейчас вам... Вот об этом и говорили. И потому что это не фильм, это не просто фильм, это мир, и, значит, ты в этом мире разделяешь эти ценности, у тебя те же идеалы, ты тоже презираешь и так далее. То есть это именно мир с мировоззрением, с определенным, с позицией, с основами жизни. Поэтому я в этом смысле с вами совершенно согласна, что картины нас формировали, конечно. Очень, вот просто очень часто ведь говоришь о том, что есть книги, да, вот мы выросли на каких-то книгах, у нас есть общее прошлое, но мне кажется, что кино играет не меньшую все-таки роль. Кино вообще играет, это оружие, это самое грозное вообще на сегодняшний день оружие. Я очень часто даже вот знакомлюсь с людьми, мне там кто-то симпатичен, например, у меня там есть несколько проверочных вопросов, например, там, покровские ворота, собачье сердце, вот такие вещи. Думаешь, мой человек, будем дружить. Я, к сожалению, должна оповестить мир о том, что время наше заканчивается, но хочу маленькую рецензию зачитать, которую нашла среди многих прочих других на сайте, рецензию на спектакль Евгения Онегина, который увидит наш город завтра и послезавтра. Вот так она звучит. Были на спектакле, просто какой-то человек пишет. Были на спектакле вчера в день рождения Пушкина весь зал, затаив дыхание, смотрел это действие, это волшебство, с большой буквы написано. А потом встав аплодировал. На поклоны вышел сам. Понятно. Кто? Туминесу Брависсимо, всем артистам Брависсимо, композитору Брависсимо. Хочется еще и еще раз перечитывать нашего всего. Хочется обсуждать и спектакль, и роман. Идите, смотрите, разгадывайте туминесовские символы, получайте удовольствие. Мне кажется, это вот точно. то, что мы сейчас должны были по окончании нашей беседы с вами вместе сказать. Я как зритель говорю. Вы говорите как зритель, потому что вы и были когда-то в роли зрителя. Друзья мои, обязательно завтра мы идем с вами на спектакль. Ну и в воскресенье, конечно, тоже идет тот, кто не успел. Завтра театр Вахтангово со спектаклями Евгения Онегин в Берлине. Завтра в 8 вечера спектакль, а в воскресенье в 5, для того, чтобы вы посмотрели спектакль. Он все-таки длинный, больше трех часов идет. Не думайте, что мы вас запугали, вам захочется еще и еще, но он закончится и в понедельник вы в прекрасном просветленном состоянии отправитесь на работу с совершенно другими людьми. У нас в гостях была Ирина Петровна Купченко. Огромное спасибо вам, Ирина Петровна. И хотелось бы все-таки, чтобы расстояние между нашими встречами сократилось, потому что 15 лет все-таки, мне кажется, многовато. Итак, завтра-послезавтра Берлин, Адмирал-спалас, театр Вахтангово, спектакль Евгений Онегин. Долгожданный спектакль завтра здесь в 13 часов. Встречайте в нашей студии исполнитель одной из главных ролей прекрасного артиста Сергея Маковецкого. Придет он к нам завтра в 13 часов. Видимо, в гриме уже, наверное, чтобы успеть к спектаклю. Ну, а напоследок песня из фильма «Звезда пленительного счастья». Еще один музыкальный подарок от нас в честь прихода в нашу студию Ирины Купченко. Ирина Петровна, хорошего вам спектакля, прекрасных зрителей. Очень надеюсь, что Берлин вас не разочарует. Спасибо, дорогая. Друзья мои, с вами была я, ваша Маша. Услышимся завтра в этой студии вместе с Сергеем Маковецким. Ну, а пока что передаю микрофон Владимиру Шнудерману, который продолжит музыкальный эфир на радио «Русский Берлин». До завтра. Счастливо. Хорошего вечера. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова